Интервью на канале Губерния. Здравствуйте! Сегодня говорим о большом научном событии, которое пройдет в регионе в начале сентября. Сейчас идет подготовка к нему. Это форум, который объединит самарских ученых, студентов, федеральных экспертов. Он так и называется «Вектор самарской науки». И у нас в студии заместитель программного директора форума Левтина Бухнер. Это заместитель директора Малой академии государственного управления в нашей области при Международном институте рынка. Сертифицированный лектор Российского общества знания. И в 2023 году Левтина Алексеевна признана лучшим лектором страны и лучшим просветителем в сфере диджитал. Вот такая у нас сегодня гостья. Очень рада, что вы с нами. Приятно. Расскажите об этом событии. Чем оно отличается от тех форумов, которые проходят традиционно? Их же десятки, если не сотни, проводятся в губернии. Чем уникальны события? Первое, о чем хочется сказать, уникальное это событие тем, что оно проходит на Самарской земле. Также это событие уникально тем, что впервые проводится такого масштаба форум, который объединяет не только научное сообщество, но оно объединяет тех людей, которые в том числе хотят, возможно, развивать науку. Или еще пока не знают, что они скоро будут развивать науку. То есть на пути развития. Так участниками форума могут стать абитуриенты, студенты, причем всех направлений обучения и, конечно же, профессорский и преподавательский состав. А про школьников расскажите. Знаешь, что с 9 по 11 класс дети могут участвовать? Что для них приготовлено в этой программе форум? Не рановато им? Ни в коем случае не рановато. Именно и важно как раз то, что мы захватили этих участников ввиду того, что школьники как раз сейчас самоопределяются. И если говорить про науку... Ну, давайте я вам задам вопрос. Какие у вас ассоциации про науку? Профессора такие в очках, на каблуках. Так. Учебники старые, желтые. Что-то такое. Вот на самом деле наука, если поговорить о ней в масштабах, это очень интересно. Это то, что развивает нашу страну. И это такое количество векторов и таких нюансов, о которых не знают часто школьники. И ввиду этого они выбирают протоптанный путь, о котором они слышат, например, из социальных сетей, от своих же родителей, которые тоже где-то в своих рамках живут. И наша задача в рамках нашего форума – рассказать и заинтересовать теми направлениями, которые у нас есть в наших вузах Самарской области. То есть школьники в игровой форме смогут погрузиться в атмосферу науки и узнать, что же у нас происходит в вузах и чему они могут научиться. И они будут разделены на 5 итераций по 200 человек. И будут 6 сентября работать именно по направлению своей профориентации и пониманию, в какой вектор стоит выбрать. Хорошо. Допустим, вот я. Если я не преподаватель, не студент, ну, понятное дело, что не школьник, я могу прийти на форум? Потому что я хотела бы чему-нибудь поучиться, но вот я даже не знаю, чему бы я хотела. Конечно. Вы же можете гипотетически стать абитуриентом. Ведь есть программы магистрские, аспирантура, возможно, вас заинтересует. И также вполне возможно, что вы на данном этапе жизни пока не понимаете, что вообще можно взять, о чему можно поучиться. Ведь наш форум, он же объединяет не только науку базисную, но и практикоориентированную, не только теорию, но и практику в первую очередь. И вполне возможно, что вы сами заинтересуетесь, а или заинтересуетесь каким-то направлением, которое вы можете рассказать своим близким. То есть, например, детям, племянникам, и их направить и рассказать, что, слушайте, у нас такое интересное, есть обучение, или вы можете, например, рассказать о грантовой системе, в которой могут поучаствовать ваши близкие, вы в том числе. Поняла. Спасибо огромное. А вот я знаю, что будут работать сразу несколько площадок. Какие? Расскажите про них, ну, поподробнее. Да. Где какие? Мы должны понимать, что форум «Вектор самарской науки», он делится на три дня. И первый день – это 6 сентября для абитуриентов, 7 сентября для студентов и 8 сентября для профессорско-преподавательского состава нашего региона. И если говорить про 7 и 8 сентября, то каждый этот день он разделен на вектора, которые может выбрать наш замечательный участник. То есть вектор науки, вектор знания и опыта, вектор развития и вектор реализации. Каждый вектор, он наполнен, этот как трек, да, и он наполнен смыслами, которые, ну, естественно, по названию можно понять. То есть если это вектор науки, то мы здесь будем говорить про развитие отечественной науки, что вообще есть, в принципе. Мы можем говорить про разработки, которые существуют сейчас, например, в сфере медицины. Если мы говорим про вектор знания и опыта, мы будем рассказывать о том, что, скорее всего, не все знают, да, и делиться опытом от наших замечательных спикеров. Например, здесь мы будем рассказывать о будущем промышленного туризма, что можно путешествовать именно сквозь промышленный туризм и узнавать, что есть в данном направлении, возможно, выбирать те треки, которые нам интересны в рамках нашей будущей работы. Далее мы можем здесь говорить о космосе. От Марса до Востока. Там тема у нас классно названа. И в рамках этой темы мы познакомимся с вектором, куда мы двигаемся в рамках развития космоса, наша наука в целом, страны. Также мы будем здесь говорить о помощниках в обучении. То есть если мы говорим про студентов, да, то у нас одни темы. Если мы говорим про преподавателей, у нас немножечко другие темы. Если мы говорим про вектор развития, то для студенческого сообщества здесь будут даже конкурсы проектов, где они могут поделиться своими стартапами. То есть будет возможность участникам, те, кто хочет послушать, узнать о механизмах, которыми готовы поделиться наши замечательные участники, которые рассказывают о стартап-проектах. Будет конкурсная комиссия, которая будет оценивать и дополнять, возможно, вот эти варианты стартапов. Будет возможность пообщаться про нейросети. Это вообще очень интересно. Да, это такая тема, которая у всех на слуху, но мало кто о ней что-то понимает. Вот замечу, да, как будто вот тот ассоциативный ряд, о котором вы говорили, это старые учебники и такие великие умы, которые рассказывают не в практико-ориентированном аспекте, как будто здесь рассеивается этот миф. То есть я могу здесь рассказывать бесконечно. Вы меня остановите в определенный момент или дайте мне вектор. С удовольствием я поясню. Нет, очень интересно как раз про нейросети. И что-то такое еще новое будет, видимо, да? Там про искусственный интеллект, например. Вот это все будет. Конечно, конечно. Если мы говорим о 7 сентябре, то есть когда мы будем говорить о студентах, то мы будем рассказывать, как нейросети можно использовать в различных векторах своей работы. Если мы говорим о 8 сентябре, то здесь про нейросети мы тоже будем говорить. Вероятно всего, все слышали историю о том, как студент в МГУ защитил диплом при помощи нейросетей. И сейчас уже с этим работаем с точки зрения законодательства. Что одобрять или не одобрять такие дипломы. И с педагогами уже мы будем говорить, как с этим работать. Ведь запретить, ну, вопрос, а можем ли мы запретить? А как можно будет практикоориентированно это, извините меня за такой сленг, вкрутить в работу, так, чтобы это было интересно и студентам, и педагогам? Вот об этом важно говорить. Но это одна из тем. Также мы будем говорить с педагогами, с приглашенным гостем из ИТМО, мы будем говорить о педагогическом дизайне. То есть как переворачивать свои выступления для студентов, так, чтобы они были интересными. Мы, Самара взяла вектор развития науки, развития системы образования в том ключе, чтобы студентам было интересно, чтобы мы подстраивались под новый вектор развития. Вот это слово «вектор» я всегда говорю. Ну, не секрет, что Владимир Владимирович Путин задал этот вектор и сказал, что пора брать свой, свое направление, пора развивать науку и систему образования так, чтобы это было качественнее и эффективнее. И мы выходим из баллонской системы, мы вышли из нее. И мы должны понимать, что мы приходим к тем скрепам, которые были до этого в Советском Союзе, но уже модернизируя их под новое развитие, так, чтобы наша наука развивалась быстрее, и мы стали еще лучше. Ну, то есть возьмем то, что было хорошего, то есть системы советской, и дополним. Да, конечно. Поняла, спасибо. А еще, знаете, какой вопрос? Вот я читала о том, что будут концерты. Как они встраиваются в это? Ну, то есть концерты – это такое же несерьезное мероприятие, как вот научный форум. Вдруг концерты и звезд эстрады. Как такое может быть? Ну, мы же понимаем, что это праздник. Помимо того, что мы обучаем, и участники двигаются по локациям, берут те треки, которые им интересны. Это, кстати, очень важно понимать, что наши участники, они могут выбирать треки. То есть не вот мы всех так, вы все идите, пожалуйста, говорить про стартап как диплом. Вот в этом особенность этого форума, что участники могут выбирать для себя комфортные темы, в которых они готовы развиваться. И, конечно же, в конце любого такого плотного обучения хочется, чтобы была вкусняшка, чтобы было интересно. И у нас будет в конце и 7-го, и 8-го сентября будет программа концертная, которая оставит приятное такое впечатление о нашем форуме. Ну и давайте, наверное, в завершении нашего тогда разговора поясним зрителям, как на этот форум можно попасть. Что нужно сделать, чтобы туда не просто же так вот прийти, где он состоится, и, наверное, зарегистрироваться нужно где-то? Конечно. У нашего форума есть сайт «Вектор Самарской науки». Также у нашего форума есть социальная сеть «Во Вконтакте». Я всех призываю подписываться на социальную сеть. Там будет информация интересная о форуме. И очень важно понимать, что мы рассказываем в рамках нашей соцсети во Вконтакте не только в целом о форуме, но и о научных разработках. То есть у нас такой очень интересный контент в рамках ВК. Можно там увидеть естественную информацию о регистрации. И сейчас, на данный момент, регистрация продлена до 1 сентября. И участники, все желающие, могут зарегистрироваться и попасть на наш замечательный форум. Все вузы будут представлены, да? Еще в догонку такой вопрос задали. Да, абсолютно верно. Все-все? Все 19 вузов Самарской области. Ой, это прекрасно. Ну и напомню, что форум «Вектор Самарской науки» пройдет в Самаре с 6 по 8 сентября. Нужно обязательно зарегистрироваться, как сказала Алевтина, на сайте форума и, естественно, побывать на нем в сентябре, потому что это шанс увидеть для себя новые возможности развития. Не пропустите. С нами в студии был организатор форума Алевтина Бухнер. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Вы смотрели интервью на канале «Губерния». До встречи.